В четвертом туре английской премьер-лиги Брайтон принимал дома Нью-Кассел. Посмотрите календарь Нью-Кассела, вы все поймете. Первое Астон Вилла, потом Сити, следующий Ливерпуль и сейчас Брайтон. Две команды, которые борются за четверку, две команды, которые способны побороться за четверку. В итоге у Нью-Кассела три очка в первых четырех турах. И не надо говорить, что календарь не влияет, еще как и влияет. Многие команды набирают форму по ходу сезона, плюс есть Еврокубки, где тоже надо набирать форму и выступать отлично. Поэтому никто не форсирует форму под начало сезона. А Нью-Касселу надо было, но очевидно не получилось. Либо посчитали, что так пройдут. В состав Брайтона Вербрюген на воротах в Анхенхеданг-центре, Эступинан-Вяльтман по флангам защиты, в центре поля Гросс-Гилмор под нападающими. Жао Педро, на флангах в атаке Марш Митома, нападающий Фергюсон, 18-летний. Замены Буанате, один год охуд Игорь Лолана, Лэмпти Милнер, Стилл Вебстер. Милнера убрали с фланга в защите. Не тянет. Да и соперник посерьезнее был все-таки здесь Нью-Кассел. В состав Нью-Кассела Поп, один из лучших вратарей прошлого сезона. Центральные защитники Берн Шерн, по флангам таргет Ребье, отказались от флангового центрального защитника в атаке, но Берна перевели в центр защиты, а это очень плохо. Он в прошлом матче, по-моему, проигрывал дважды игроку Ливерпуля. Нунису в скоростных забегах. Без Ботмана, который получил травму, у Нью-Кассела в защите нехти. В центре поля Желлинтон, Геморрай, Штанале. На флангах в атаке Гордон, Альмирон. Один нападающий Исак. Замена Нью-Кассела Андерсон, Барнс, Дубравка, Ласкелес, Ливраменто, Лонгстов, Мерфи, Вилсон Холл. Не смогли сыграть Ботман, Крафтман, Килья, Вилок у Нью-Кассела, у Брайтона, Модер, Уэлбек, Энсиса. Травма Уэлбека открыла место в старте для Фергюсона. Он раскрывается. Первый гол. Поп выносит мяч с подпрессинга на фланге прямо на игрока Брайтона. Первая ошибка. Здесь их будет много. Прессинговал Попа, если что, Метома. Подбирал мяч после его выноса Эступинан. Эступинан назад возвращает мяч. Метоми на фланг. Тот ходит в шафную и простреливает. Поп подставляет ногу. Мяч отлетает. Пытает за пределы шафной. Шотландец Гилмур, 22-летний, который заменил Кайседа, на подборе пробивает по центру. Поп пытается ловить мяч. Мяч летит в поп. Но он не ловит мяч. В итоге мяч врезается ему то ли в живот, то ли в грудак. Поп отлетает и Фергюсон спокойно добивает. Две ошибки Попа за один эпизод. Почему Нью-Кассел был такой вялый в матче? Почему Брайтон его подавил? Помимо того, что Брайтон системная команда. Брайтон играл дома. Есть еще фактор поражения от Ливерпуля. Когда ты отдаешь очки, проигрываешь заведомо в выигрышном матче. Который складывается в твою пользу. Нью-Кассел до сих пор отходит. Почему еще столько много голов? Нью-Кассел никто не пытался подавить в центре поля. Сить не надо было. Они быстро забили и дальше катали вату. Ливерпуль играл в меньшинстве. А Станвиллу Нью-Кассел уничтожил. И получается, что Нью-Кассел в этом сезоне пока что не играл с позиции второго номера. Да и в прошлом не так было много матчей. Именно поэтому такой крупный влет. Второй гол Нью-Кассела. Гилмур в центре поля. Чуть отпускает мяч. Но вовремя отдает на Фергюсона. Фергюсон выдернулся от центрального защитника. Его правильно отпустил Шер. Но надо было включать страховку опорника. Страховку опорника не включилась. Соответственно Фергюсон спокойно продвинулся к центру с шафной. И не входя в нее, закрутил в дальний угол. Идеальный удар. Но Поп, наверное, еще чуть-чуть опоздал с прыжком. Первый гол Брайтон забивает. Двойная ошибка от Попа. Второй стихийно. Гилмур чуть отпустил мяч. В итоге пришлось отдавать вперед. Хотя я не думаю, что он прям так хотел отдавать вперед. Они больше контролировали мяч. 2-0. Брайтон повел. Заметьте, Гилмур поучаствовал в трех голах. Фергюсон, который до этого тоже не играл, забил три гола. То есть получается, что Уэлбек Травма фирит Фергюсон. Нету Кайседа. Гилмур крут. Митома дальше продвигается к центру с шафной. Отдает пас на Фергюсон. Притом два игрока Брайтона абсолютно не правы, потому что они набегают на Фергюсона. И стянули, считай, в эту зону всех игроков. Но при этом Фергюсон пробивает. И эта стяжка, наоборот, помогла, потому что пошел рикошет. Поп летит в один угол. Куда я должен был лететь мяч? А мяч летит противоположный, в ближний. 3-0. Брайтон ведет. Я чувствую, зимой Боули придет за Фергюсоном. Скажет, крутое нападающе, давайте покупать. И за Гилмуром вместо Кайседа. Скажет, что-то Кайседа не так хорош, как мы думали. А вот Гилмур крут. Главная проблема любого клуба. Никогда не покупайте игроков у системного клуба. Они у вас не заиграют. Разве что у вас система один в один такая же. Но вы играете круче. Тогда, может, вам игрок будет выдавать такие же показатели, как в прошлом клубе. Уберите 5-6 игроков Брайтона из этой системы. Они вам по уровню подойдут только под чемпионшип. Ответный гол Ньюкасла в дополнительное время. Лунгстов просто вперед кидает мяч. Выносит. Вилсон на скорости убегает спокойно от игрока Брайтона. Тот проспал, конечно же. Дальше входит в шрафную. Обходит как стоячего центрального защитника Брайтона. Как он это сделал? Просто приложил мяч с одной ноги на другую. Игрок Брайтона посмотрел на это и пошел покурить. Вилсон сближается с вратарем. И спокойно расстреливает дальний угол. Без шансов. 3-1. Окончательный итог матча. А Ньюкасл, между прочим, еще ждет Лига Чемпионов. Понимаем, да? Лига Чемпионов. Чемпионат. Надо будет и там, и там играть. Это, кстати, может поставить крест на амбициях Ньюкасла. На следующий год попасть в Лигу Чемпионов. Состав у них, как два года назад у Арсенала, помните? На один турнир хватает, на два, может и нет. Да и с Берном в центре защиты это очень сложно будет играть. Без Ботмана прям шлак. Игрок матча, конечно же, Фергюсон, забивший три мяча. Антигерой матча, ну понимаете, поп, нашедший приключения на свою попу. О причинах поражения я рассказал чуть раньше. Также можно отметить в матче дикую удачу Брайтона. Правильно говорят, везят тому, кто везет. А Брайтон все-таки доминировал в центре поля. Подавил Ньюкасл. Брайтон в этом году, кстати, будут играть Лиги Европы. В прошлом году они бегали без Еврокубков. Даже без Лиги Конференции вроде. Я не верю, что в Брайтон будут четверки. Они могут заработать по-другому. Могут и продать свое четвертое место, кстати, спокойно. Брайтон, Брэнфорд, они такие. В Англии есть два клуба сугубо про деньги. Это Брайтон и Брэнфорд. Все, что угодно продается, все, что угодно покупается. Есть клубы про отмывание бабла. Это топовые клубы английские, за исключением Сити. Есть два клуба, заточенные на результат. И готовы платить деньги любые за это. Это Сити и Ньюкасл. Ну, есть еще Лор Хэнтон. По-моему, командиш. Это его карманный клуб, через которого ведутся игроки туда-сюда, туда-сюда. Но Брайтон и Брэнфорд, команды еще, у которых выстроена очень сильная система структурная, футбольная. Они же продают не только, да, там, какие-то матчи, какие-то места, они продают игроков. То есть, они заточены конкретно на достижение финансового результата. Но сейчас Брайтон поднимается на четвертое место. Ньюкасл спускается на четырнадцатое. Кто бы как ни относился к Брайтону, относительно их мутных дел, но команда играет в откровенно атакующий футбол. За нее хочется болеть. Я буду болеть за Брайтон, желая ему удачи войти в четверку. Тогда, может быть, отойдут от своих мутных схем. Но, навряд ли. Ньюкасл, благодаря такому календарю, на старте забуксовал. Пока. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»